ах какая красота когда все чистенько аккуратненько но я прям не могу вот порядок сегодня наводила целый день вот он мой ноутбук ждет мастера девочки хочу показать вам какая чистая клавиатура у меня стала а я ее пропылесосила я вспомнила что у меня есть вот такой вот наборчик кстати говоря лежит у меня уже не знаю лет пять наверное я про него даже и забыла а тут по случаю вспомнила думаю раз мастер придет вентилятор чистить надо же пропылесосить мне ноутбук и вот такой вот набор я как-то покупала я не знаю такие наверно сейчас уже не продают я даже купила его вам видео когда я там работала в магазине была распродажа там несколько наборов таких была распродажа вот такие вот маленькие насадочки видите для клавиатуры нет ну вообще этот набор он назывался авто для автомобиля здесь вот такой вот есть шланг вот этот шланг это класс его можно одеть на трубу пылесоса обыкновенного сделать на слабую на слабую мощность и вот такой вот здесь вот щелевая маленькая есть насадка если такая щуточка и вот я на слабенькую поставила вот эта щуточка 1 1 пропылесосила ну здорово классненько очень редко пользуюсь этим набором я вообще даже умудрилась про него и подзабыть нет когда я про клавиатуру вспоминаю что нужно пропылесосить я про него вспоминаю про этот вот набор но вот он у меня лежит иногда когда-нибудь так бывает что и понадобится ноты понадобился ветер так но я жду обещал к восьми часам подойти или после восьми но время уже к восьми приближается ладно закрывать не буду а то может быть понадобится может быть вентилятор пылесосить надо будет покажу ему этот наборчик вот так что вот такие вот дела девчата сегодня решила ничего особенного не делать утром вам выложила видео а сейчас ну порядок наводилось сегодня целый день а сейчас в общем то смотрю сериал и жду жду когда мне придут вентилятор все таки сделать ноутбуки ничего не могу делать ничем больше не могу заниматься зато у меня такая красота такой порядок все пропылесосила не пылинки не соринки обожаю когда так бывает их иногда и лень вообще вот такие вот дела девочки смотрите что мы делаем пылесосим разобрали все вот как это выглядит разобранный ноутбук представляете все дам папку папку запускаем вот этот файл хаид 64 нажимаем на открываются программы сервис тест стабильности системы и старт так ее минут десять пятнадцать двадцать сколько есть времени если температура не поднимается выше 70-80 градусов то все нормально если выше поднимается выше поднимается значит пора почистить значит я вас зову спасибо девочки мне наконец-то почистили ноутбук я такая довольная я такая рада что теперь у меня будет работать он и не будет перегреваться ну по крайней мере раз в год надо будет мастера вызывать не чтобы он там вентилятор чистил термопасту там нужно добавлять оказывается ну так как я работаю на ноутбуке и он у меня часто очень как бы сказать перегружен я поговорила с мастером и он сказал что ну где-то раз в году надо будет вот это все делать вот а сейчас я сижу читаю ваши комментарии сейчас прочитаю может чего-нибудь скажу почитала ваши комментарии девочки я смотрю вот эти вот магнитные бури оказывается на многих влияет да и многие от этого страдают и в сон клонит и все я сама честно говоря сегодня вот так вот слава богу ничего не спешила в общем так потихоньку потихоньку я так прибралась думаю ладно раз у меня уже сегодня ноутбук я не буду задействовать приберусь человек все же дом придет все штуки вот и все и вот это прилегла я даже приснула днем сегодня что-то там смотрела включила какой-то фильм смотрела смотрела хоп и уснула ну вот такая погода ну надо как-то девочки переждать это перетерпеть и что делать что делать вот так вот туда перетерпеть то другое такая доля на же представляете но что делать ничего переживем и все это дело переживем да да вот так что но все на сейчас я буду отдыхать лягу смотреть сериальчик запустила сериальчик дочка смотрю увлеклась этим сериалом любовница смотрит америка американский до полу вот запустила ничего такое легкое кино в общем то в принципе она мне не напрягает как-то посмотрю все же как-то отвлечься надо всяких знаете от всяких там новостей там или еще каких-то мыслей разных всяких вот так что сегодня отдыхаю все уже ничего не больше не буду делать вот это дело сделано она честно говоря на мне таким камнем висела потому что я долго искала человека чтобы вот это был знакомый знакомых по рекомендации не какого-то левого компьютерщика приглашать и компьютер чтобы не отдавать чужие руки ни в какую мастерскую никому чтобы человек пришел и при мне тут все это сделал ты слава богу нашла человека и он недорого в общем взял я довольна все я взяла у него телефончик договорилась с ним что если что когда мне надо он придет и будет мне делать вот теперь у меня запоявился свой мастер по ноутбуку всем доброе утро мои хорошие девочки я сейчас собираюсь в магазин уже оделась заскочу по дороге еще к сыну там нужно кое-что отдать пойдемте со мной кекс звезда ютуба иди сюда кексик и поздоровайся с бабушкой иди к тебе пришла твоя подружка и подрос уже подписчики просят снимите кексика он она подрос да он подрос маленький подрос уже вот такой у нас кексик уже лапуня лапуня звезда у нас звезда экрана да а как там черепашки наши поживают надо же их тоже наверно посмотреть снять да и лапушка где тут черепашулечки вот она одна вон она вторая вот они детки конфетки фу девочки пришла с магазина запарилась утро еще только 10 часов на улице уже жара духота и вот почему то я когда с улицы прихожу мне первое желание просто нырнуть под душ вот залезть и все такая вот жара но сейчас я включу сплит станет полегче вот я же хочу сегодня этот тендерайзер и испытать попробовать поэтому я зашла мясо купила свеженькой свининки взяла вот ну и так прикупила там хлебушка маслица в общем короче говоря покушать сейчас я переоденусь разденусь я не знаю в душ нырну может быть а может быть нет и надо шарбивные поделать да вместе с вами кстати зашла же я к сыну да с невесткой сын у меня оказывается в отпуск пошел с сегодняшнего дня вот они собираются станицу поехать но котенка берут собою хотят чтоб котенок в деревне погулял вот но черепашек я буду ходить покармливать она стюля в садике оказывается я кстати кому-то в комментариях там написала что спросили почему дэнни в садик не ходит но потому что я сказала дежурная группа только работает оказывается вот я не знала с 6 июля у нас уже открыли группы сену по крайней мере настя ходит в садик обыкновенный а дэнни ходил в платный садик но дочка хочет повезти его уже в новый садик который у нас скоро собирается открыться ближе к дому вот так что поэтому он дома с мамой и не переживайте что он сидит все время дома дочка у меня дома все время не сидит она все время мотается туда-сюда то отдохнуть то по магазинам то погулять еще куда-то в общем так что дэнни вместе с ней тоже прогуливается не переживайте за него вот ну все сейчас займемся сейчас немножечко приду в себя и займемся мясом а еще что я же хотела вам сказать я сегодня проснулась и вот только вспомнила что мне компьютер почистили вчера что он теперь не будет перегреваться ну по крайней мере какой-то период времени и общем я проснулась с чувством такого удовлетворения такое знаете кайф такой как будто я сделала какое-то большое дело которое давно мне назревало давно я хотела его сделать и у меня вот это в голове все время сидела таким вот грузом знаете вот я как освободилась от этого груза и мне так хорошо легко кайфово вот так что у меня прям сегодня настроение такое хорошее и какой-то знаете такое спокойствие такое знаете балдею но жира конечно и вот эти магнитные бури они конечно давят немножко ну все равно что-то я делаю да как но тут еще мало того у меня еще соседи красят и у меня же второй день воняет краска я не могу они с утра вот это приходит и начинают там что-то красить я уже у них спросила вы долго будете тут вроде утром хочется дверь окно открыть чтоб немножко просквозило и тут начинает запах этот краски нестись они горят ну а нам еще вот сегодня вот целый день покрасить надо там то да сё но придется а что делать потерпеть закрытыми дверями значит буду хотя все равно запах просачивается ну ладно девчата давайте ближе к делу ну что девочки я повырезала вот такие кусочки на отбивные ну и сейчас мы протестим вот этот тендерайзер или как он там называется так а вот так наверное первый раз делаю ни разу не делала ну да на самом деле это тише чем молотком стучать прикольненько но сейчас перевернем и на обратную сторону тоже потыкаю посмотрим потом обивные будут такие же мягкие как молотком или нет все я отбила с двух сторон сейчас посолим поперчим тоже с двух сторон я отсюда взбила одно яйцо не знаю одного я думаю хватит мне всегда она остается я думаю что если сделать вот так чтобы это дело было побыстрее сложите все сюда потом а потом уже просто обваливать на сковороду попасть все тут пообвалять вообще просто взять яйцом и залить проще простой это совсем простой вариант это для ленивых девочки кому ли я думаю хороший такой вариант способ все у меня все в яйце прекрасно сейчас я включаю сковороду и буду вот замечательно буду обваливать и на сковороду кидать ну вот а пивные у меня жарится уже еще две штучки подготовила обваляла уже в сухарях лежат жду мы будем пробовать чуть позже ну что девочки отбивные я пожарила а сейчас я хочу проверить я кстати говоря отбивные жарю обычно минут ну 15 вот вот эту отбивную последнюю партию я жарила 10 минут чтобы отбивные были сочными и мягкими их самое главное надо не пережарить вот жидкость внутри это один шашлычник меня научил он говорит жидкость она не должна испариться вот если крови уже нету жидкость есть вот видите капает это значит уже готово все шашлык готов также мясо на сковороде также отбивные должно быть сочным если жидкость испаряется мясо становится жестким и сухим сейчас попробуем ну что давайте пробовать экспериментируем тандерайзер этот и мясо по жесткости за 10 минут отбивные на сковороде все девочки даже жевать особо не надо классно мясо сочная получилось в общем мне нравится этот тандерайзер быстро тихо класс и все но все пора покушать уже сейчас я девочки сяду кушать потом купаться потом включу сериал буду отдыхать на этом хочу свое видео закончить кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал кто не подписаны до новых встреч пока пока и мне уже не терпится смонтировать видео и посмотреть как работает мой компьютер не будет ли он вырубаться я вам об этом скажу уже следующем видео